Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Все автобусы, все 12, пойдут на маршрут 12-25. Это у нас самый востребованный пассажирами. Микрорайон разрастается. Люберецкий автопарк пополнился еще дюжиной новых автобусов. Переживаешь вместе с ребенком. Все это должен... Ты вначале прочувствуешь, потом прочувствовал это ребенок. Чтобы поддержать его в чем-то, где-то что-то настроить. В округе провели акцию ЕГЭ для родителей. Действительно, говорят, каждому посетителю, каждому, кто приходит сюда, в сердце, в кусочек своего сердца. Картинная галерея отметила первый юбилей. В том году я пробежала хуже, чем в этом. И в этом году я очень быстро пробежала за 5 секунд 30 метров. В Люберцах определили сильнейших легкоатлетов среди школьников. А теперь обо всем подробнее. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и слововых ведомств отчитались перед главой муниципалитета в проделанной работе. Подробности в сюжете моих коллег. Более 2000 обращений поступило в Люберецкую полицию в период с 6 по 12 марта. За отчетный период зарегистрировано 227 преступлений. Среди них кражи, угон автомобиля, незаконные обороты наркотиков и оружия. Дорожно-транспортные происшествия 207. Из них одно с пострадавшими. Пропало бизнесе граждан 6. Самоубийство одно. Раскрыто угон в транспортные средства одно. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона зарегистрировано 8 возгораний. Все в нежилых помещениях и не повлеклись за собой человеческих жертв. Самый крупный пожар за неделю произошел в Малаховке на территории предприятия, которое занимается утилизацией и обработкой неопасных отходов. По прибытию происходило открытое горение на площади 200 квадратных метров. Но в связи с тем, что была большая загрузка горючими материалами и повышением ветра, пожар распространился на площади 500 квадратных метров. Но благодаря действиям пожарных удалось ликвидировать возгорание на данной площади на 500 квадратов. Общая площадь здания порядка 2000. По линии ЖКХ сбоев не было. Все службы работали в штатном режиме. В городском округе продолжается реализация программы «Мой подъезд». В этом году запланирован ремонт 141-й входной группы МГД. На данный момент в работе управляющей компанией ЛГЖТ-21 подъезда у содействия 16. Все данные виды работ по ремонту подъездов выполняются согласно графику и перечню работ. Данная информация также представлена на сайте Люберцы РФ в разделе ЖКХ. Доклады о проделанной работе зачитали руководители управления благоустройства дорожного хозяйства, а также представители здравоохранения и спорта. В конце встречи председатель Люберецкого отделения Союза женщин России Елена Верховых объявила о старте конкурса «Люберецкая супербабушка-2023». Прием заявок для участия в проекте продлится до июня. Из ветхого дома в комфортную квартиру в современном ЖК. Для четырех люберецких семей эта мечта стала реальностью. Из-за строительства надземного пешеходного перехода жители частного сектора на улице Ренина, 52, переселили в новостройку. Всю историю расскажет Луиза Егей Азарян. Ванна со всеми удобствами. Горячая вода, отделка великолепная, подключение стиральной машины. Она такая вот, какую я хотела. Что я еще могу сказать, ребят, вот честно. Я до того устала мыться в тазике, что вот эта ванна, это как, знаете, земля и небо. В новой квартире Галина Пучкова живет уже третий месяц, но эмоции до сих пор переполняют. Еще бы. Этого переселения женщина ждала 10 лет. Все это время добивалась, чтобы дом, построенный еще до революции, признали аварийным. Жили нас четыре семьи. Канализации не было. Ну, все устраивало до определенного момента. Рядом железная дорога, рядом автомобильная дорога. Мы начали биться за улучшение наших условий проживания. Ну, нам там маленький ремонт сделали, что-то сделали. Но самое удивительное, когда я пошла в БТАИ брать справку, процент износа дома оказался 52. Ситуация поменялась, когда 4 ноября прошлого года началось возведение надземного пешеходного перехода через железную дорогу. Строительство затрагивало территорию муниципальных домов. С жителями Ветхого фонда провели две встречи. И уже 21 декабря они держали в руках ключи от новых квартир. Решить наш вопрос в такие короткие сроки... Вы же не верили? Нет. Обманываете, не верили никому? Не верили, не верили. Но главное, что вы не пустили это во временный период, а решили быстро и оперативно. Площадь однушки Галины Пучковой – 42 квадратных метра. А это больше той жилплощади, которую она занимала в старом доме. Большой плюс для женщины, что квартиру ей предоставили в том же районе, на севере Люберец. Остальные три семьи, ее давние соседи, живут в этой же новостройке. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Еще 12 автобусами большого класса пополнился Люберецкий автопарк. Это вторая партия современных низкопольных автобусов, которые получил Люберецкий филиал МОСТ Трансавто с начала года. Тему продолжит наш корреспондент. В автобусах предусмотрено 29 сидячих мест. Общая вместимость – 105 пассажиров. Салоны оборудованы системой климат-контроля, электронным указателем маршрута и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Предусмотрены места для колясок. Все автобусы, все 12 пойдут на маршрут 12-25. Это у нас самый востребованный пассажирами. Микрорайон разрастается. В основном у нас он идет до Новокосино, с улицы Вертолетная. То есть где наибольший пассажиропоток. Глава Люберец Владимир Волков пообщался с водителями, вручил им ключи от новых транспортных средств и осмотрел ремонтную базу. В мастерских выполняют токарные, электро- и шиномонтажные работы, переборку двигателей, ремонт радиаторов. Осталось на этом автобусе подтянуть хомутики, долить охлаждающую жидкость, антифрес, и машина готова в рейс. Алексей Чугунов работает на предприятии 28 лет. Начинал автослесарем. Теперь начальник смены. Машина поступает к механику ОТК. Механик составляет заявку. Заявка в электронном виде приходит к нам в ремзону. Потом поступает машина, ставим в ремонт ее. Начинает диагностики. Диагностирует какие-то неисправности. И заканчивая слесарными работами. Что необходимо, берем запчасти на складе, получаем. Мастера прикладывают все усилия, чтобы ремонт завершить быстрее. И автобус вернулся в строй. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах работает предприятие, на котором разрабатывают и производят гидравлическое оборудование и автоматизированные системы управления, которыми оснащают спецтехнику. Глава округа осмотрел производственные цеха и пообщался с коллективом. Здесь производят оборудование, которое используется в коммунальной, строительно-дорожной, грузоподъемной и сельскохозяйственной технике. Гидравлические моторы и распределители, электродвигатели, редукторы и гидроцилиндры различных модификаций. Компания РГ известна на территории всей нашей страны. Она выпускает очень серьезную технологичную продукцию, связанную с гидросистемами. С теми условиями, которые сейчас испытывают многие предприятия, где-то это нарушены поставки, где-то введены санкции, наше предприятие не позволит стать отрасли. Выпускают на предприятии и насосы, которые предназначены для работы в гидросистемах с высоким давлением. Тагир Овчинников здесь трудится почти четверть века. Занимается ремонтом и наладкой смонтированного оборудования. Будет происходить диагностика на стенде, настройка насоса. Мы под заказчика регулируем насос по его параметрам. Он получает исправный насос и эксплуатирует его. Так, ну все, техпаспорт готов, отправляем на согласование. А это участок сборки электроники. По техническим заданиям специалисты занимаются разработкой готовых систем управления для различной спецтехники, в том числе кранов и мусоровозов. В целом наше устройство предназначено для упрощения работы сотрудников и для повышения производительности труда. И в целом наше устройство обеспечивает безопасность работы. Они наперед предусматривают возможность какой-то нештатной ситуации, предупреждают пользователя. И чтобы их избежать, человек сразу может на это среагировать, ну на ту же индикацию, например. На территории предприятия, на котором работают почти 500 человек, расположен один из крупнейших складов гидравлического оборудования в Центральном федеральном округе. Это позволяет обеспечить бесперебойное снабжение ведущих российских предприятий. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В России нет таких отраслей, в которых женщины не добились бы значимых результатов. Продукция 41-го Центрального завода востребована в оборонной промышленности и вооруженных силах России. О женщинах, работающих на военном предприятии, расскажем в нашем сюжете. Более 70 лет здесь выпускают спецтехнику для гражданских и военных нужд. На заводе изготавливают передвижные ремонтные комплексы, в которые входят токарные, слесарные, фрезерные и аккумуляторные мастерские. Наш завод является единственным поставщиком данных изделий для Министерства обороны. Мы этим очень сильно гордимся. На нашем предприятии работают в основном мужчины, но и женщины, как надёжное плечо, выполняют мужскую работу. Производят на предприятии и оборудование для сборки наплавных, быстровозводимых мостов. Его комплектованием тоже занимаются женщины. Люберчанка Наталья Сухачёва – одна из них. Мне здесь очень нравится. Я устроилась на должность комплектовщика изделия и инструмента. Мы здесь комплектуем всё для понтонов самоходного толкача. Мы получаем метизы, разные мелкие детали, электрику. Собираем болтики, гаечки, всё это накручиваем и выдаём уже непосредственно в цех слесарям для сборки. Из 155 работников только треть – женщины. Они давно привыкли к шуму болгарки, шлифовальных станков и сварки. В огромных цехах, наравне с мужчинами, они вносят свой вклад в процветание страны. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. С первого дня специальной военной операции и люберетские предприятия поддерживают российских военнослужащих. Они не только отправляют на передовую гуманитарную помощь, но и производят продукцию, необходимую для выполнения боевых задач. Наш корреспондент подготовил сюжет о некоторых компаниях. Более 20 лет Международная корпорация «Септика» производит санитарно-гигиенические средства, косметику для ухода за лежачими больными, медицинские расходные материалы. Продукцию заказывают больницы, поликлиники и реабилитационные центры. Теперь её поставляют и как гуманитарную помощь российским военнослужащим и жителям Донбасса. Наибольший спрос на спиртовую салфетку. Она у нас идёт практически на все случаи жизни. Её можно применять как для обработки рук, так и для обработки оптики, техники. Можно протереть стол, можно обработать рану в полевых условиях. С начала спецопераций на Украине многие люберетские предприятия переформатировались и стали выпускать продукцию, необходимую в зоне СВО. Швейная фабрика в Томилине освоила производство армейских тактических аптечек и рюкзаков. Как и любое изделие швейной промышленности, первая неделя для того, чтобы адаптироваться, для разобраться в тонкостях, нюансах и подогнать технологии, позволяющие с высоким качеством, при минимальных потерях, с высокой призывательностью выпускать, соответственно, в данный момент несколько тысяч в течение недели. В то время как одни предприятия ищут новые решения, другие наращивают объёмы производства. Чтобы справиться с нагрузкой и высокой потребностью, компания «Гиркрафт», производящая бронежилеты и тактическое снаряжение, перешла на круглосуточный режим работы и увеличила штат сотрудников. Мы всячески пытаемся нарасти наши объёмы производства и над этим большую часть времени работаем, как выдавать больше продукции. По такому же пути пошло предприятие КРМ, которое занимается производством швейной фурнитуры. КРМ, которые застёжки молний, сегодня крайне востребованы в лёгкой промышленности. Работать в режиме нот-стоп готовы все люберецкие предприятия, поддерживающие участников СВО. Луиза и Геазарян, телеканал ЛРТ. Люберецкая молодёжь встретилась с актрисой театра и кино, общественным деятелем Викторией Тарасовой. В округе это первая встреча в рамках федерального проекта «Диалог на равных». В беседе с Викторией Тарасовой каждый участник мог задать свой вопрос. На встречу пришли люберецкие студенты. И первый вопрос – о выборе профессии. Я родилась в творческой семье, и действительно у меня не было выбора, просто как пойти в творческую профессию. У меня мама режиссёр, а отец балетмейстер был. И на самом деле я росла очень скромным ребёнком, и то, что я стала актрисой, наверное, для моей мамы это было какое-то открытие, потому что она думала, что я пойду всё-таки по танцевальной линии. После школы Виктория поступила в театральный институт. У неё сложилась карьера в театре, а после выхода на экраны телесериала «Глухарь» её стали узнавать на улице. Актёрскую профессию Виктория Тарасова совмещает с благотворительной и общественной деятельностью. Ездит в горячие точки, поддерживает российских военнослужащих. Когда первый раз, я помню, попала в зону боевых действий, мне показалось… Ну, это было какое-то неосознанное, наверное, поступок меня позвали в Сирию, я сказала, поехали. Но я не поняла, куда я еду, на войну, не на войну. Но когда ночью пошла бомбёжка, мне, конечно, уже было неприкольно. Я уже молилась, крестилась, вспомнила всё, что я знала и что не знала. В феврале актриса десятый раз побывала в Донбассе. Встречалась с ранеными, передала гуманитарную помощь бойцам СВО и посетила детский центр. Ну, я стараюсь как-то рассказывать об искусстве, отвлекать их всё-таки от повседневной такой вот тяжёлой жизни. И поэтому мы шутим, веселимся. И дети так очень радуются, когда я приезжаю. Все настроены так очень мощно. И дети, и наши солдаты, и люди очень позитивные все. Я, на самом деле, не увидела там среди местных жителей какого-то страха, ужаса. Они верят в будущее, в лучшее будущее, и поэтому, что у них скоро будет всё хорошо. Им просто надо чуть-чуть потерпеть. Люберецкую молодёжь актриса призвала никогда ни за что не сдаваться, как бы трудно не было в жизни. Я считаю, что это сильный человек. Она добилась своего, она добилась того, чего хотела. У неё было очень много целей, которые она себе ставила, и она шла вперёд, несмотря ни на какие преграды. Такие встречи в рамках проекта «Люберцы. Силы притяжения» в округе будут проводить регулярно. В них примут участие деятели культуры, спортсмены, учёные и политики. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. До старта единого государственного экзамена остаётся чуть больше двух месяцев. К итоговой аттестации готовятся не только выпускники, но и их родители. Чтобы поддержать своих детей и понять, что такое ЕГЭ изнутри, они сели за парты и выполнили экзаменационные задания. Подробнее об акции ЕГЭ для родителей расскажет наш корреспондент. В этом году единый день сдачи ЕГЭ для родителей прошёл в 16-й гимназии. Перед тем, как занять места в аудиториях, у мамы и папы Люберецких выпускников изъяли мобильные телефоны. С собой только паспорт и школьные знания. Переживаешь вместе с ребёнком всё это. Ты вначале прочувствуешь, потом прочувствовал это ребёнок. Чтобы поддержать его в чём-то, где-то что-то настроить. Это и есть главная цель проведения акции. Ещё во время таких пробных ЕГЭ оттачиваются действия педагогов, которые отвечают за организацию и проведение экзамена. Ознакомился с тем, как выдаётся бланк. Вначале заполняются все строки необходимые, и потом уже проходит тестирование по ответам. Конечно, процесс важный для тех родителей, у кого дети выпускаются из школы. И, конечно же, от результата ЕГЭ будет зависеть дальнейшее поступление. Это на самом деле и для родителей акция. Она так и называется ЕГЭ для родителей, чтобы родители были спокойны. Что детей ждёт комфортная, спокойная обстановка во время боевых экзаменов. Но педагоги, в свою очередь, тоже все свои силы аккумулируют, собирают все свои знания, вспоминают всё то, чему их научили в течение учебного года. И реализуют эти знания непосредственно уже на процедуре проведения ЕГЭ. Родители люберецких школьников прошли весь процесс сдачи ЕГЭ по русскому языку. Теперь очередь за выпускниками. В этом году основной период единого государственного экзамена стартует 26 мая и продлится до 20 июня. Луиза ЕГЭ, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Раз в год в День архивов люберецкое архиво-хранилище открывает двери для посетителей. Какие важные исторические документы хранятся на стеллажах и чем живёт архив сегодня, узнали мои коллеги. Живое хранилище истории – люберецкий архив. Здесь представлены подлинные документы, отражающие историю края. Знаменательные события, памятные даты и имена, которые золотыми буквами вписаны в историю города. У нас имеется в архиве книга метрическая за 1905 год. Здесь имеется подлинная запись о расстреле революционеров 17 декабря 1905 года. В 1923 году в память о соратниках машиниста-революционера Ухтомского, Смирнове, Киселёве и Волкове, их имена присвоили улицам в Люберцах. Об этом свидетельствует книга протоколов Михельсоновского постсовета Ухтомской волости. Из архивных материалов известно, что улица 8 марта три раза меняла название. Была Подосиновской, Троцкого и Сталина. Особое место на выставке – истории административно-территориального деления региона. Указом Президиума Верховного софета РСФСР Ухтомский район был переименован в Люберецкий 3 июня 1959 года. Отражена на выставке и современная история. Вот документы 1998 года об утверждении герба и флага Люберецкого района. Я не первый раз посещаю такие выставки, но эта выставка уникальная. Она подготовлена к 400-летию Люберец. И представлены очень уникальные, интересные документы. Люберцы считаются родиной вертолётостроения. Здесь работали Камов, Миль. Также учился Юрий Алексеевич Гагарин. Очень интересная информация представлена по этим сведениям на этой выставке. Мне было очень интересно это всё рассмотреть. В целях сохранения исторического наследия государственных архивов многие документы оцифрованы и переведены в электронную базу. Цифровизация, конечно же, нужна. Она помогает сохранить документы. Но настоящие и подлинные документы отражают не только всю красоту того времени, они и нас погружают в это время. Всегда же было достоинством книги, текст увидеть глазами и потрогать эту книгу руками. Больше воспринять, чем в электронном виде. В Люберецком архиве хранятся более 54 тысяч документов. Самые ранние датированы 1863 годом. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберецкая картинная галерея отметила первую юбилейную дату. Со дня открытия учреждения культуры прошло пять лет. На день рождения знакового для городского округа Люберцы объекта пригласили съёмочную группу нашего телеканала. В этих стенах проходят не только выставки произведений искусства, творческие вечера и музыкальные концерты. Зачастую картинная галерея становится площадкой проведения торжественных собраний, форумов и встреч различного формата. Здесь чествуют сотрудников здравоохранения, матерей, вручают первые паспорта и отмечают главные праздники страны. Но сегодня все поздравления и слова благодарности в адрес людей, работающих в одном из главных учреждений округа. Действительно, говорят, каждому посетителю, каждому, кто приходит сюда, сердце, кусочек своего сердца. И, конечно, у нас много планов, много интересных планов, которые будут реализовываться и будем совместно реализовываться для того, чтобы в следующие пять лет встретить на таком же хорошем, достойном уровне. Торжественное открытие картинной галереи состоялось 15 марта 2018 года. Это стало долгожданным событием для всего городского округа. За первые пять лет здесь проведено 205 выставок и 350 мероприятий. Учреждение культуры приняло более 83 тысяч посетителей. Итоги, я считаю, колоссальные. Нам доверили не только художники наши, местные, свои полотна, но уже мы дошли до того уровня, что именно с нас начинаются всероссийские проекты. Мы уже два проекта таких поддержали. Также нас выбирают уже не только для окружных мероприятий, и областных. Мы уже работаем на федеральном уровне. Добиться таких результатов удалось благодаря сплоченной команде музейно-выставочного комплекса. Кроме картины и галереи, в его структуру входят Люберецкий краеведческий и Малаховский музеи. На праздники отметили труд каждого, кто вносит вклад в развитие культуры городского округа. Луиза и Геозарян, Сергей Квоздев, телеканал ЛРТ. В музее истории и культуры поселка Малаховка состоялся творческий вечер художника Светланы Субботиной. Встреча прошла в рамках открытия персональной выставки, на которой кроме картин начинающего автора представлены флористические композиции. Подробности в материале моих коллег. Выставка работ небольшая, но в полной мере создает весеннее настроение. На сегодняшний день это вся коллекция живописи Светланы Субботиной. Творческий путь в этом направлении она начала совсем недавно, в 2020-м. А букеты и цветочные композиции создает уже шестой год. Мастерство художника и флориста тесно переплетается с ее благотворительной деятельностью. Благотворительный проект называется «Лучик добра». В рамках этого проекта я занимаюсь с детьми, пациентами лечебных учреждений, занимаюсь с онкобольными, а также с 2022 года я открыла проект «Семена жителям освобожденных территорий», в рамках которого мы собираем семена. Также будет посажена липовая аллея в городах-участниках этого проекта. В программе «Творческого вечера» кроме рассказа в авторах о своих проектах и задумках, чтение стихов собственного сочинения. Приятным дополнением стало выступление воспитанников детской школы искусств имени Ковлера. Персональную выставку Светланы Субботиной можно посетить в Малаховском музее до 30 апреля. Далее она будет представлена в Люберецком краеведческом музее. Юбилейный 15-й областной фестиваль «Карусель Московии» завершился традиционным галоконцертом. Победители и лауреатов конкурса исполнителей русского народного танца наградили в торжественной обстановке в зале Дворца спорта «Триумф». На праздники побывали и мы. Соревновательная часть фестиваля позади. 18 лучших коллективов, которых накануне отобрали члены жюри, выступают на большой площадке. Галоконцерт «Карусели Московии» – это настоящий праздник русского народного хореографического творчества. Высокая культура, высокое исполнительское мастерство, очень много коллективов, очень хорошие. Я очень довольна, что мы проводим такой фестиваль прекрасный. Все мы счастливы, что увидели друг друга, что видим, что радуемся нашей культуре. «Карусель Московии» проходит один раз в два года на базе Люберецкого дворца культуры с 1995 года. Главная цель этого фестиваля – не только повысить уровень выступлений танцевальных коллективов Подмосковья, но и сохранить культуру исполнения русского народного танца. «Танцы – это наш генетический код, это наши традиции. И очень приятно видеть на сцене такое большое количество коллективов, детей. То, что дети это все впитывают благодаря педагогам, которые в них это все вкладывают, благодаря родителям, которые на все это находят время, терпение». Выступления участников фестиваля конкурса проходили в двух номинациях – среди коллективов учреждений культуры и дополнительного образования. В каждой из них призовые места распределили по четырем возрастным группам. В этом году кубки и памятные сувениры украшены праздничной символикой, посвященной 400-летию Люберец. Луиза и Геазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе прошли соревнования по легкой атлетике. Своё мастерство в спортивном многоборье показали люберецкие школьники. Какие испытания им предстояло преодолеть, расскажем в нашем сюжете. Эти соревнования на протяжении нескольких десятилетий объединяют школьников округа. Для каждой возрастной категории свои испытания. У всех уровни подготовки отличаются, направленность отличаются. У нас есть и для толкателей ядра, и для спринтеров, и для барьеристов. На самом деле, многоборье очень даже интересно создано. Акцент, как судя, мы делаем на честное судейство, честно говоря. А как ещё можно? Состязания включают несколько дисциплин. Прыжки в длину и высоту, бег с барьерами, метание мяча весом 1 кг, бег на спринтерские дистанции. Я участвую второй год только, но уже пятые соревнования, мне нравится, ну хотя бы то, что можно испытать свою силу на деле. Я хочу связать свою жизнь спортом, потому что это, во-первых, очень важно для здоровья, а во-вторых, интересно. Ученица восьмой школы Варвара Кашина в соревнованиях участвует в третий раз. Хорошая физическая подготовка дала результаты. В том году я пробежала хуже, чем в этом. И в этом году я очень быстро пробежала за 5 секунд 30 метров. За плечами Люберецкого легкотлета Алексея Кузнецова десятки наград, которые он ещё школьником завоевал на стаерских дистанциях. Теперь пришёл поддержать дочь. Лёгкая атлетика – это мама спорта. Все дисциплины, общее развитие. Так что, я думаю, только лучшее может дать ребёнку. На всех стадиях любые виды спорта, с трёхатлетики можно переходить. Ребёнок будет всесторонне развит. В соревнованиях среди школьников по многоборью в Люберцах приняли участие более 300 подростков. Воспитанник Люберецкого клуба «Патриот» Максим Лобов занимается каратэ два года. В соревнованиях победа далась ему непросто. В спарринге встретился с хорошо подготовленным спортсменом. Сложно было, но я его одержал. Три боя было. И три раза выиграл. Самое главное – это не сдаваться и слушать тренера. Если спортсмен слушает тренера, то победа будет всегда. Тимофей Медведев восточными единоборствами увлёкся 8 лет назад. Цель была одна – научиться за себя постоять. Я начал заниматься с 5 лет, потому что меня обижали в садики. Всё пошло-поехало, и у меня начало получаться в каратэ. И вот до сих пор занимаюсь. Я настроен побеждать, занять первое место. Во время поединка по углам татами сидят судьи. Каждый из них имеет равные права в судействе. Но окончательное решение принимает рефери. Особенность нашего вида спорта в том, что у нас нет очков. У нас оценивается, первое – это по технике, второе – это по ущербу, нанесённому противнику. По результатам соревнований победителям присвоили юношеские и взрослые спортивные разряды. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok